Дана Данберг Элитная школа магии Книга третья Право на завтра Пролог Темно-багровое светило лишь иногда проглядывало сквозь низкие, свинцовые тучи, затянувшие все небо, насколько хватало глаз. Его лучи падали на древний амфитеатр из черного и полностью поглощающего свет камня, но не давали никакого освещения. Впрочем, тем, кто здесь собрался, оно было особо и не нужно. Они прекрасно видели как при свете, так и в кромешной тьме. Но, следуя традициям и все еще помня свое прошлое, по кругу были зажжены левитирующие в нескольких десятках сантиметров над поверхностью магические фонари. Каменные ступеньки медленно заполнялись существами, почти невидимыми на их фоне. Лишь по отцветам порталов, вспыхивающих тут и там, становилось понятно, что их становится все больше и больше. В тот момент, когда погас последний переход, в самом центре амфитеатра на небольшом возвышении материализовался еще один. Нет, он не вышел из портала, он просто появился перед собравшимися. Его антрацитово-черная кожа как будто поглощала свет, как камень, из которого все тут было построено тысячелетия назад. Первым рядам соплеменников было видно, как в его глазах клубится тьма, такая густая, как будто там бездонные провалы, подсвеченные фиолетовым. А корона костяных наростов была больше и острее, чем у любого из здесь присутствующих. Он поднял руку вверх, таким человеческим жестом призывая всех к тишине. Да, все-таки изжить то, что когда-то ты был белокожим блондином-некромантом, тогда еще магия смерти нашала и не была под запретом, невозможно до сих пор. Хотя прошло уже более пятисот лет. «Уважаемые члены совета! Соратники!» Его голос загрохотал над древним местом силы, донося слова до нескольких сотен присутствующих, замолчавших как по команде. Ему было приятно осознавать, что даже в этом виде наследная ментальная магия его не покинула, помогая сейчас давить, заставляя беспрекословно подчиняться. Единственный в своем роде, перешедший на сторону тьмы и ставший демоном-ментальщик, дитя двух великих домов, эксперимент, стоивший Луором и Дамуром десятка в членах их семей, почти их уничтоживший. От наших сподвижников на шалае поступил сигнал о готовности к действиям. «Первый этап плана осуществится уже завтра. А примерно через неделю, когда хаос и анархия достигнут Апогея, мы вступим в войну. На данный момент полностью подтвердили свою лояльность драконы и клан тигров». «А волки?» — раздалось с первого ряда. Луор внимательно посмотрел на спросившего. Это был его давний оппонент, заместитель погибшего в предыдущей войне командующего, метивший на его должность. «На этот раз договориться с ними по-хорошему не удалось. Впрочем...» — губы скривились в хищной усмешке. «Нам это не помешает их заставить. Пока бороться с зовом научились только пантеры, и то не все, но у нас есть и новые союзники. На нашей стране готовы выступить королевство Меркана и протекторат Дахо. Цена обоих — независимость от шалаи. «Пока мы на эти условия согласны. Вступление же Земли в войну было бы нежелательно на любой стране. Боюсь, что если они захотят, то смогут уничтожить нас всех. Поэтому чем меньше они знают о наших планах, тем лучше. С такими соседями нужно дружить. Следовательно, даже после нашей победы по ставке Лария мы не остановим». «Если даже остановим, то что они сделают?» Саарон нагло ухмыльнулся, смотря в глаза противнику. «Наши люди там утверждают, что они уже вплотную подобрались к созданию порталов с помощью своей техномагии. Если это так, то их экспансию никто не остановит. Но сейчас речь не об этом. Асхены нам дали всего полгода на то, чтобы убраться отсюда. «Они помогут победить, но и мы должны приложить все усилия, чтобы уложиться в срок, иначе...» По трибунам пронесся понимающий вздох. Каждый из присутствующих знал, что будет иначе. «Чертовы твари будут сражаться с ними не на жизнь, а насмерть, потому что их мир почти погиб, а свободные миры еще долго будут слишком светлыми, слишком сбалансированными для них, непригодными для жизни». В свою очередь, и этот мир для демонов уже не столь комфортен, как раньше. Если в былые времена тьма подпитывала каждого из них, продлевая жизнь почти до бессмертия, заживляя все раны, то теперь было ровно наоборот. Последний светлый источник разрушался, и магия тьмы и смерти стала тянуть силы уже из них. Пока еще незаметно, но скоро они начнут умирать один за другим. Конечно, они могли бы уйти в необжитый мир, но зачем, если есть их родной мир со всей инфраструктурой? Войны начинались из-за меньшее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!